Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 сентября. Сейчас, если у меня тут ничего не развалится, то про золотой муны. Ой, все криво косо. Ну будем вот так криво, значит, снимать. Вот смотрите, я сегодня рассказываю в основном о новинках, о которых я не рассказывала еще в этом году вообще. Ну, пока я рассказывала... Сейчас, подождите, буду пальцем держать, чтобы ровно было. Пока я рассказывала про Тлакалулу, пока я рассказывала о Паскале из Пикардии, о реликвии от монахов, о Сызранской пипочке, о Сливе огромной. Мне скорее, а не о Гаре. Мне хотелось скорее, скорее, скорее дойти вот до этого золотого лимона. Ну, конечно, это потрясающий томат. Все, кто много лет меня смотрит, они знают, что я люблю вот эти все желтые, оранжевые, вот эти яркие, солнечные томаты. Я от них без ума. Особенно, когда они вот такие вот очаровательные, носастенькие. И смотрите, у меня последние лимоны вызрели до такой степени, что у них носик аж прозрачный. Видите, он как светится, интарный такой. Я о нем рассказывала уже в компании с этой золотой канарейкой, но дегустацию не проводила, потому что сортов было очень-очень много. Я проскакала быстро-быстро-быстро. И вот моя зрительница постоянно лили, она разочаровалась, ну так огорчилась, что так ждала, что вы попробуете золотой лимон, а вы так его и не покушали. Но я-то уже знаю, что он сладкий, что он вкусный, но сейчас специально для вас я его попробую. Вы смотрите, вот эти вот, не знаю, камера передает или нет, видите вот эти вот пятна, как прозрачные. Он как яблоко, белый налив, вот бывают какие-то медовые яблоки такие, они все прозрачные. Они до того вызрели, что стали как, ой, как это, помните, дегустировала Джала Санта, святое желе, они стали как желеобразные, какие прозрачные. Сейчас, перед тем, как попробовать, я сначала расскажу для тех, кто еще не слышал о нем, об этом золотом лимоне. Вот смотрите, золотой лимон у меня под номером 350. И вот тоже, так же, как и реликвию от монахов, можно купить в пачках, в магазинных, в фирменных. Но я у себя в городе это сделать не смогла. Мне моя зрительница постоянно, Зинаида Медведева, в Москве нашла, и то нашла с трудом не с первого раза. Она сказала, что сложно даже у них было купить. Но все-таки, кто захочет, у себя по месту жительства, когда ходите в садовый магазин, спрашиваете, есть ли золотой лимон или нет, он вам обязательно понравится. Я хотела его давно. Я сначала его увидела просто на картинках, вот когда вот какие-то там рассказывают или рекламу чего-то, не знаю. Я когда увидела на картинках, мне он понравился. Потом я когда описание прочитала, то я решила, что этот сорт у меня должен быть. Вот он, смотрите, он индотерминатный и высокорослый. У меня вырос до самого, ну как, до крыши. Но он не очень, как у него, умеренная вот эта оболествленность и умеренная раскидистость. И он в теплице никому не мешает. Я его в торце высадила. Я вам показывала, когда он еще был зеленый, только-только начинал вспеть. Я его вела, вот сколько там выросло на нем стволов, 4, 5 или 6 даже было. Я все оставила, потому что для меня каждый был драгоценен. Вот этот, расскажу почему. Потому что посеяла эти магазинные семена, они были маленькие, слабенькие. Они вот взошли не все, может быть даже половина, там всего было 7 что ли в пачке семян. Сразу приготовьтесь к тому, что если вы найдете, даже в магазине, они дорогие в магазине. И вот их было очень мало, они были маленькие, такие крошечные, взошли плохо. И я поэтому берегла, как зенец ока. И все, которые пасынки выросли, я все оставила и растянула в разные стороны. Я вот так растянула, как лианами, в разные стороны. Выращивать его, конечно, не так нужно, а по-другому. Просто формировать в один-два ствола. Но я оставила все. И у меня наросло такое количество вот этих вот желтеньких томатиков, вот этих насосиньких. Знаете, он на что похож? У него вот в этих кистях по 10, по 20, по 30 вот этих помидорок. Он похож на юбилейного тарасенко. Вот у меня юбилейный тарасенко. Я вам показывала когда-то. Они такие веерные кисти. Или вот сумасшедшие вишни барри. Но те мельче, а эти покрупнее. И вот это огромное количество вот этих вот насосиньких лимончиков, они вот так вот начинают когда созревать. Это, конечно, зрелище незабываемое. Если говорить конкретно, то масса небольшая. 80, 90, 100, ну может быть 110. Самые первые там где-то внизу. Желтые сначала они, они сначала вот такие, видите, желтые. Потом делаются ярко-ярко-ярко-оранжевые. Вот видите, совсем разный цвет. Это с одного куста. Один желтенький, а другой уже ярко-оранжевый. Видите разница? И вот рано не нужно их рвать, когда они желтые. Нужно ждать. Короче, я устала держать камеру. Пусть криво будет лучше. Их нужно ждать, когда они будут вот прям ярко-ярко-ярко-оранжевые. Я хочу разрезать тот, который прозрачный. А, вот он. И только тогда, когда мы дождемся полностью, полной зрелости, тогда у нас томатик будет сладкий. Он будет у нас таять во рту. Но сначала я хочу показать вам, до чего он сахаристый. Смотрите, мякоть арбузная, сахаристая. Такая прям крупенчатая. Но ясно, что такой томат, он не может быть безвкусным, или каким-то водянистым, или каким-то никаким. Сейчас мы будем его кушать. Ну, про форму говорить нечего. Форма такая, похожа немножко на лимончик вытянутая. На верхушке носик. Но он не очень похож на лимончик. Если говорить совсем про лимончики. Вот видите, цитрусовый сад. И Анна Герман у меня такая в этом году. Вот это лимончик. А это я даже не знаю, на что он похож. Ну, лимончики такие же не бывают. У них такие носики. Написано хотя бы в описании. Аккуратные носики. Ну, вот последние плоды. На первых были аккуратные носики. На последних плодах носики довольно-таки неаккуратные. Они всякие начали быть. Вот такие носики. Но мне смешно. Мне еще больше нравится. Из-за того, что они всякие разные. Какие-то курносенькие. Какие-то кривоносенькие. Так. Все, я съела его уже. Сейчас скажу, какой он. Посмотрите. Если сравнивать с самыми сладкими томатами. То он не сладче их. Нет. У него сладкий вкус. И немножко как с кислинкой. Но именно вот эта кислинка. Она и создает такое. Как сказать-то. Полноту вот этого вот. Сходства эффекта. Что как будто мы кушаем лимончики. Что он вроде бы и сладкий. А немножко кислинка дает о себе знать. И напоминает. Что это все-таки лимон. Это не апельсинка. Все. Урожайность хорошая. Если верить производителям. Я не завешиваю. Я не знаю. Я не буду говорить точно. Прямо конкретно. Но производитель заявляет. Что с одного метра можно собрать 6-7 килограммов. Вести рекомендует. В один или два побега. Так. Что еще сказать. Конечно. Ценится за вот такую красоту. За какую-то необычность. Вот эту вот. Хорошо транспортируется. Потому что плоды маленькие. Они не мнутся. Долго или нет хранится. Не знаю. Я его еще нигде не хранила. В этом году он. Наверное. Вызреет весь у меня. Ну почти весь вызрел. Вкус. Приятный. Сладкий. С кислинкой. В теплице растет хорошо. Других не загораживает. Если сравнивать. Вот я на одном столе лежали Джала Санта. И вот этот золотой лимон. Джала Санта более сладкий. Если сравнивать золотой лимон и золотую канарейку. То они очень похожи по вкусу. Вообще некоторые зрители высказывают мнение. Что это один и тот же сорт. Я не знаю. Спорить не буду. Вот этот у меня был в магазинной пачке. Золотой лимон. А золотую канарейку я ни разу в фабричной магазинной пачке не видела. И поэтому они у меня росли в разных местах. Да, они похожи. Для того, чтобы какое-то конкретное было высказывание. Вот например с моих уст. Что это один и тот же сорт. Мне нужно хотя бы несколько лет. Три или четыре года их повыращивать. Рядом. Из своих семян. В одинаковых условиях. Но вряд ли когда мне придется это делать. Так что у меня пока что золотая канарейка это канарейка. А золотой лимон это золотой лимон. Все. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И номер 350 в каталоге золотой лимон.